В микрорайоне крутые ключи и вопросы уборки поставлены круто. Обязанности четко распределены. Женщинам грабли, мужчинам лопаты. Дмитрий Дитман со штыковой или совковой справляется на ура. Опыт, говорит, большой. У нас есть дачи. Каждую весну мы убираем, копаем. Поэтому копать я умею. Когда пригласили нас на средник, я сразу подумал копать. Копать, конечно, не тяжело. Выйти, приукрасить свой район, чтобы было чисто, красиво. Деревья, чтобы цвели. Привести в порядок свой микрорайон вместе с сотрудниками управляющей компании вышли и жители. Вместе веселее, да и быстрее в несколько раз. Жалуются только на безответственных жильцов. Но активисты готовы проводить с ними воспитательные профилактические работы, чтобы не мусорили впредь. Чисто там, где не мусорят. Но жители несознательные. Многие жители несознательные. И с окон выкидывают, и в мусорку кидают. Поэтому с этим бороться. Постараемся, активисты, общественники решать, будут разговаривать с людьми. Несколько очередей микрорайона «Крутые ключи» в администрации района обещают привести в парадное состояние уже 18 апреля, в грядущий общегородской субботник. После чего приступят к наведению марафета и лоска. Приступят к высадке цветов. Это уже ближе к майским праздникам, то есть это конец апреля. Если граждане проявляют свою инициативу, и по саженцам они могут обратиться как в администрацию района, так и в управляющую компанию по месту жительства. Чистоту оценили даже четвероногие. Вальяжно развалившись на очищенном газоне, собаки принимают солнечные ванны. Жители микрорайона шутят. Скоро к ним присоединятся. Выйдут с семьями в сквер, принесут пледы и будут устраивать пикники. А мусор после выбрасывать в контейнеры. Марина Кравцова, Мария Анна Мирная, Артем Сулайманов. События.